Всем привет! В эфире Мировые новости в студии Ксения Петренко. Сегодня я подготовила для вас обзор самых актуальных событий из разных уголков мира. Вначале коротко о главных темах этого дня. Китайские и британские спецслужбы признали китайских хакеров лучшими. Чего теперь боятся разведчики двух стран? Китайские астрономы получили сигнал из космоса. Говорят, на связь вышел внеземной разум. Так ли это на самом деле? Губит людей не пиво. В ЮАР в баре произошла перестрелка. Подробности кровавой бойни в следующей рубрике. Полтора десятка человек стали жертвами массовой перестрелки, произошедшей на окраине Йоханнесбурга. Известно, что в воскресенье вечером группа неустановленных лиц на автомобиле подъехала к бару и открыла беспорядочную стрельбу. Посетители заведения пытались спастись бегством. Кому-то это удалось, но 15 человек погибли и еще несколько ранены. Многие госпитализированы в критическом состоянии. Полиция начала проверку. Мотивы преступления пока неизвестны. Тем временем в испанской Памплоне трагедия едва не закончился забег с быками. Это традиционное мероприятие, которое проходит в рамках празднования Сан-Фермин в период с 6 по 14 июля. Два года был перерыв, пандемия мешала проводить такие забеги. Но на этот раз все состоялось. На узких улицах города от рогов и копыт быков пострадали 20 человек, которые пытались пробежать 875 метров, избегая столкновения с копытными. Собрались как-то вместе американские и британские разведчики. И решили, китайские хакеры лучшие в мире. По крайней мере, согласно информации спецслужб, КНР массово подпищает данные европейских и заокеанских компаний. В результате чего экономика Поднебесной растет колоссальными темпами. Подробности у наших коллег. Наибольшая угроза кибербезопасности в мире исходит от Китая. Такое заявление сделал глава ФБР Кристофер Рэй после встречи со своим коллегой из британской разведки Ми-6. По словам Рэя, Китай преследует долгосрочные цели. Хакерских программ у компартии КНР больше, чем у всех остальных стран в мире. И личных, и корпоративных данных Пекин похитил больше, чем все остальные государства вместе взятые. Китайские власти нацелены на кражу любых ваших технологий, чтобы подорвать ваш бизнес и доминировать на вашем рынке. И они намерены использовать для этого все имеющиеся у них инструменты. Рэй отмечает, что огромная экономика Китая даёт ему инструменты, которых нет у других стран, чтобы похищать данные. Так, в 2020 году американских компаний, которые работают в Китае, на законодательном уровне потребовали использовать определённое программное обеспечение. А потом многие обнаружили, что в их сети через это ПО попал вредоносный код, который позволил похитить данные. «Абсолютно неверно было предполагать, что чем богаче Китай и чем шире его связи с Западом, тем больше там будет политических свобод. Компартия КНР заинтересована в наших демократических СМИ и правовой системе, но, к сожалению, не для того, чтобы им подорожать, а чтобы использовать их для своей выгоды». В 2021 году Microsoft и компании, занимающиеся кибербезопасностью, сообщили, что Китай взломал более 10 тысяч американских сетей. При этом Рэй отметил, что хакеров официально нанимают власти, предоставляя им все ресурсы для кибератак. «Но в дополнение к традиционному воровству в сети, существуют ещё более коварные тактики, которые они используют, чтобы зайти в ваш дом и ограбить вас. Китайским властям нравится делать инвестиции и создавать партнёрства, чтобы внедрить доверенных лиц для кражи ценных технологий». Свои заявления Рэй и Макалум сделали во время встречи в Лондоне. Кому львёнка, кому тигрёнка. Мексиканские власти закрыли приют из-за издевательств над животными. Сдал чиновникам живодёров бывший уволенный работник. Комиссия нарушения нашла, и как только зверей подлечат, раздадут другим зверинцам. Этот приют для диких зверей в Мексике недавно закрыли после обвинений в жестоком обращении с животными. Такое решение приняли власти страны, получив видеокадры одного из бывших сотрудников заповедника. «Всё началось с работника, которого недавно уволили. У него было много видеодоказательств жестокого обращения с животными. Подойдя к приюту с тыла, мы увидели животных в очень плохом состоянии, с торчащими костями, чесоткой, травмами. У некоторых были обрублены хвосты». Приют называется «Чёрный ягуар, белый тигр». Обвинения в его адрес вызвали большой общественный резонанс. Некоторые люди вышли с протестом против жестокого обращения. «Это место работало подпольно. Здесь незаконно содержали более 200 животных, среди которых львы, тигры, ягуары, пумы и обезьяны. Плюс с ними жестоко обращались». Впрочем, владельцы приюта отмечают, что во время пандемии коронавируса финансирование заведения очень сократилось. «Я повторю, что это не зоопарк. Люди приходили не навещать животных, а помогать им. Многие животные поступали после отлова и других сложных ситуаций. Причём многие на тот момент уже были ранены». В ближайшее время ветеринары проверят состояние здоровья всех питомцев. После этого их обещают расселить по зоопаркам Мексики. Есть ли жизнь на Марсе? Пусть отвечают европейские и американские учёные, а китайские уже вовсю общаются с внеземным разумом. Но как минимум об этом эксперты из Поднебесной активно сообщают. Группа китайских астрономов заявила, что обнаружила подозрительные сигналы, которые могут исходить от инопланетной цивилизации. Эти данные опубликовали в официальном издании Министерства науки и технологий КНР. Правда, засекли его чуть ли не в 2019 году с помощью 500-метрового телескопа. Но скептики считают, что этот внеземной сигнал мог быть следствием радиопомех. Настоящий склад устроил из своего дома итальянец Кристиан Ковалетти. Он известный во всём мире, а теперь и обладатель звания рекордсмена коллекционер жестяных банок. Начал он этим заниматься в 1989 году. И сейчас в его коллекции насчитывается 12 тысяч таких баночек. Примечательно, что Кристиану также принадлежит рекорд по коллекционированию самого большого количества жестяных банок одного и того же напитка – Пепси. Крутить педали водителям предлагают британские стартаперы. Они разработали несколько моделей автомобилей, которые приводятся в движение не лошадинными силами двигателей внутреннего сгорания, а человеком. Такое уже было, но успеха не возымело. Может быть, на этот раз, с учётом роста цен на топливо за рубежом, начинание кажется выигрышным. Гибрид электрокара с велосипедом вскоре сойдёт с конвейера в Великобритании. Веломобиль спроектировал местный стартап, основанный автомобильным дизайнером Грэмом Брауном. В линейку входят три модели – две с педальным приводом и полностью электрическая. При вращении педалей генерируется электроэнергия, которая может накапливаться. Водитель сможет использовать её, трогаясь с места или поднимаясь в гору. Аэродинамический кузов снижает лобовое сопротивление. Спереди и сзади есть зоны деформации. Водителя защищает усиленная капсула. Все контактные области находятся над высотой бампера других машин. «Это намного безопаснее, чем ездить на электровелосипеде или скутере. Получается что-то среднее между мопедом и автомобилем». Производитель считает преимуществом веломобиля то, что он намного дешевле электрокаров. При этом он достаточно эффективен. На модели с педалями, если водитель в хорошей физической форме, можно развить скорость до 56 километров в час. «Думаю, простое транспортное средство, в котором есть всё важное – защита от непогоды, некоторая безопасность и немного места для багажа – это шаг вперёд». Подобный гибрид примерно 40 лет назад сделал британский бизнесмен Клайв Синклер. Однако его коммерческий замысел с треском провалился. «В прошлом многие люди пытались создать что-то подобное. Самым заметным электрическим веломобилем стал Синклер Си-5, но он был примерно в три раза меньше нашего. И у него были слабые свинцово-кислотные батареи. Прошло 40 лет. С тех пор технологии продвинулись». Электрические веломобили начнут делать этим летом, а в продажу они поступят в следующем году. Самая дешёвая модель будет стоить 4800 долларов, самая дорогая – 7500 долларов. КОНЕЦ